Если последним самолетом, залетевшим с Ходынки, был Ил-38, то для Тушинского аэродрома им стал Ил-14, восстановленной командой энтузиастов. Три с половиной года продолжались работы, после чего самолет поднялся в город. Символично, что первые подъемы перегона на новый аэродром состоялись в день столетия отечественной полярной авиации. Он поднялся в воздух, совершил свой полет после многолетней стоянки и длительного восстановления, и сделал это успешно. Даже, наверное, никто не верил до конца, до последнего момента, что это случится. В 90-х годах самолет от утилизации был сохранен силами Федерации любителей авиации, под руководством Игоря Петровича Волка. Можно сказать, что это первый член нашей команды из старшего поколения авиаторов и космонавтов. С обретением Мячковского ИУ-14, получившего имя «Пингвин», команда пополнилась Николаем Васильевичем Мотовиловым, авиатехникам с огромным опытом. Безусловно, очень большую помощь нам оказали люди, которые работали на ИУ-14. Отдельно хочу отметить Николая Васильевича Мотовилова. За несколько лет с начала проекта через него прошло много людей. Ряд участников вдохновленных и ободренных проектом тесно приобщились к авиации, научились летать на самолетах и планерах, перешли на работу в авиацию или даже приобрели свое воздушное судно. Восстановление самолета стало поистине семейной задачей. Люди приходили с детьми, с женами, к каждому находилась работа. Дети что-то мыли, жены что-то шили, готовили и пречески услаждали взор. С момента, как самолет был взят под крыло авиареставраторами, он несколько раз менял свое положение. Стройка расширялась и захватывала новые территории. Сначала самолет стоял там, где сейчас находится стадион «Спартак». Поскольку туда было достаточно далеко ходить пешком и не было никакой базы для восстановления. Самолет был перемещен к территории воздушного моста, ближе к метро. Сейчас на этом месте располагаются экскаваторы и дальние домики. В дальнейшем при подводе коммуникации к стадиону «Спартак» возникла угроза остаться там навсегда. Если бы дорогу нам перегородили, самолет мы оттуда не вытащили. Поэтому мы переехали в другой угол аэродрома, ближе к Старгино, на территорию бывшей вертолетной площадки. Перетяжкой рулей были завершены основные восстановительные работы. И пришло время покидать аэродром, где аппарат простоял около 20 лет. Первая попытка оказалась безуспешной. Построенная полоса была испорчена распутницей. Сам Тушинский аэродром исторически – это заливной лук, огороженный дамбой и снабженной дренажной системой, которая сейчас частично выведена из строя, и вода может задерживаться дольше. Но когда через два месяца грунт подсох, выяснилось, что на построенной грунтовке уже обосновались строители. Поэтому нам пришлось заново с нуля строить взлетно-посадочную полосу. И мы решили построить ВПП еще по замерзшей земле. К сожалению, не удалось нам ее использовать. Пошло резкое потепление. Полоса длиной 1200 метров пришла в негодность. Нам пришлось готовить полосу заново. Фактически за одни сутки была построена еще одна полоса длиной 900 метров. Чтобы убедиться в пригодности полосы, сделали пробную пробежку и приняли решение взлетать. Разбегались на номинале. При максимальных оборотах у передней стойки есть тенденция зарываться. Уже оторвавшись, дали полный газ. На перегоне шасси не убирали. И землю Тушинского аэродрома отряхнули уже на полосе нового места базирования. Тушинского аэродрома отряхнули.